Достижения большого спорта, в том числе футбола, который называют в нашей стране игрой номер один, представляют предмет национальной гордости. И они вполне могут быть прекрасным примером для воспитания подрастающего поколения. В этом мы убедились, побывав в кинотеатре Кубань. Кино было и остаётся одним из самых популярных у детворы видов искусства. И потому демонстрация фильма, в первую очередь документальных, позволяет решать важные образовательные задачи. Кинолекторий – это коллективный просмотр фильмов на актуальные темы. А что может быть важнее для ребят, увлекающихся футболом, чем документальный фильм о легендарном турне советского футбольного клуба «Динамо» по Великобритании в 1945 году? Показ фильма с мячом в Британию собрал в кинотеатре «Кубань» полный зал. «Просмотр этих фильмов направлен на воспитание в подрастающем поколении духа патриотизма. Почему мы взяли спортивные фильмы? Потому что мы видим, что сейчас детишки, молодёжь, они приобщаются к спорту, много открывается спортивных залов, центров, единоборств. Они патриотически воспитывались, чтобы они не думали, что пойду-ка я играть куда-нибудь там, заграничные клубы, там денег больше платят. Нет, у нас есть свои исторические, мощные спортивные клубы». В фильме отражены исторические факты, использованы редкие архивные фото и видеоматериалы. Всё это преподносится при участии известных киноактеров. «Самолёты плавно поднимаются и берут курс на Лондон. Я записал себя в дневнике 4 ноября 1945 года». «Нас не надо учить мечтать о полёте. Ноябрь холодный уйдёт не спеша. А сердце стучит в унисон по погоде. В душе никогда не наступит зима». «Действовать нужно более хладнокровно. На поле должен завертиться русский ураган». «Всё время, пока наши спортсмены жили в Англии, они чувствовали пристальное к себе внимание английских спецслужб». «Стоп. Стоп. Советские игроки не продаются». «Ты был героем в этот год. Играл мечта. Ты шёл вперёд. Сомнений, страх в себе убил. Ты победил». «Гол!» «В товарищеских матчах с Челси, Арсеналом, Кардиф-Сити и Рейнджерс динамовцы добились двух побед при двух ничьих с отличной разницей забитых и пропущенных голов. 19-9. Игра наших мастеров кожаного мяча просто достойна восхищения. Эти исторические встречи очень помогли развитию футбола в Советском Союзе. Для зрителей фильм был представлен продюсерским центром «Динамо Москва» в рамках празднования 100-летия Министерства спорта Российской Федерации. Среди почётных гостей на показе присутствовали председатель спортивного общества «Динамо» Денис Лабека, депутаты ряда муниципалитетов Краснодарского края. Так быстро к нам приехали представители спорт-общества «Динамо» и продемонстрировали данный фильм. Конечно, он показывает молодёжи, как собрав волю в кулак, все силы в кулак, можно выходить в данном случае на поле и с более сильным соперником, как считалось на тот момент, не только быть на равных, но и побеждать его. Российские спортсмены, даже с учётом всех каких-то трудностей, с которыми мы сталкиваемся, с учётом того, что есть кто-то, кто считается лучше нас, но мы можем выступать на равных и побеждать. И мы уже не раз доказывали это на самом высоком уровне. Конечно, кинолента очень заинтересовала славянских ребят, увлекающихся футболом. Они не скрывали своих мыслей и чувств. Конечно, об этих победах все помнят и должны помнить, так как раньше русский футбол был в большем уровне, и каждому нынешнему футболисту надо стремиться к такому уровню. Хочу поблагодарить за то, что организовали нам такой просмотр, мы должны знать историю. «Динамо» – это знаменитая команда, там играли величайшие футболисты. Они передролели свой страх и победили англичан. Они большие молодцы. И нам нужно стремиться, чтобы быть такие же, как и они. Пройдут годы, и возможно, из этих юных футболистов вырастут настоящие мастера кожаного мяча высокого класса. Урок патриотизма и спортивной доблести для них не пройдет впустую. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События».